МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обновленный актовый зал, стены, а главное батареи. Дом культуры Каннского района отреставрировали благодаря нацпроекту. Детки наши первые увидят возобновившийся Дом культуры, куда они ходят с очень большим удовольствием. И мы надеемся, что в дальнейшем у них интерес и удовольствие это будет только нарастать. 30 добрых дел зеленогорские дошкольники поучаствовали в акции спасателей. Такими мероприятиями, наверное, мы формируем в детях чувство сострадания, чувство заботы, доброты, чтобы они понимали, что через совершенные ими добрые дела они могут кого-то спасти, кому-то помочь. Изящные корзинки, ажурные шкатулки и даже колыбелька для внука – все это енисейская мастерица делает из бумажной лозы. Есть еще коробка для себя плела под документы. В стиле стимпанк, конечно, вот она. Во время проведения ремонтных работ, то есть когда мы собирали все вещи, мы нашли такие альбомы, которые были созданы еще в 79-м году, в 83-м. То есть это такие архивные данные, очень интересные. Капитальный ремонт Дома культуры в селе Бражное событие для здания, которое не видела реставрации с 1965 года, само по себе грандиозное. А тут еще и такие находки. Специалисты с большим интересом изучают страницы альбомов, на которых запечатлены самые разные моменты мероприятий, что здесь организовывали. Проводили регистрацию в Доме культуры раньше, и все это архивировали. То есть все молодожены, прочующиеся, были занесены вот в эти альбомы. На фотографиях из альбома как раз и можно ознакомиться с тем, каким был культурный центр раньше, а вот так он выглядит сейчас. Специалисты отмечают, до проведения работ вид учреждения был весьма удручающим, а ведь именно здесь проходят все основные местные мероприятия. Приходя сюда, видя обшарпанные стены, ну, немногие с удовольствием шли, так скажем. На сегодняшний момент жители очень интересуются, как сделали. Еще никто этого не видел. Что произошли, какие изменения. Детки наши первые увидят возобновившийся Дом культуры, куда они ходят с очень большим удовольствием. И надеюсь, что в дальнейшем у них интерес и удовольствие это будет только нарастать. Первым отремонтированный Дом культуры увидите и вы. Работники культурного учреждения специально для этого и провели рум-туры, продемонстрировали, что будет ожидать гостей. Так как наша территория села Бражна является территорией по развитию и сохранению казачьей культуры, мы решили на своей территории создать казачью комнату. Такую идею жители села подхватили с удовольствием. Мы уже успели передать Дому культуры на гайку, казачью одежду, старинную утварь и многое другое. Появится в здании обновленный дискозал. Но и самое главное, это, конечно же, актовый зал с его большой сценой. Как рассказали работники учреждения, раньше здесь было очень холодно, однако теперь проблема решена. И так во всех кабинетах. А провести столь масштабный капремонт здания удалось благодаря реализации национального проекта «Культура». В 2019 году мы сделали проектно-сметную документацию для того, чтобы вступить в программу в 2020 году уже на капитальный ремонт. В 2020 году заведочная кампания у нас была в декабре. Администрация Каннского района подготовила заявку, приняли участие и выиграли. На реставрацию здания было выделено 10 миллионов рублей. Проект удалось создать общими силами клубной системы совместно с администрацией Каннского района. Новый год близко, и погода за окном подсказывает. Да и елки новогодние уже стоят на положенных местах. Совсем скоро ледовые художники приступят к изготовлению городков. И в этом году обещают немало сюрпризов. Первый из них – городок на площади Ленина. Это не будет привычный центр развлечения для детворы. В этом году его трансформируют в презентационную зону, посвященную юбилею города. Про официоз – это, ну, я так понимаю, этот год, следующий год можно делать и что-нибудь красивое и сказочное. Не обязательно каждый год там колонны городить. Но то, что здесь надо минимизировать как бы вот все эти покатушки, мне кажется, это правильный вектор. Было принято концептуальное решение о том, что мы покатушки убираем, оставляем какую-то стилистическую тему, которая должна быть поддержана и выдержана в едином образе. Да, больших горок не будет, только для малышни. Зато будет сразу несколько оригинальных фотозон. Светящийся Дед Мороз со снегурочкой герб города – символы городобразующих предприятий, резное панно, посвященное 70-летию города. Некоторые вопросы решались по ходу совещания, благо площадь видна из окна. Нет, они скрытся, все сдвигают туда почему-то. Куда, в горке? Ну, на площадь Ленина, грубо говоря. Еще одно тонкое место, помимо сугробов ДК, это скользкое основание памятника Ленина. Двускатная горка будет как раз рядом. Поступило предложение закрыть его толстым слоем снега. Еще одним сюрпризом станет ударный городок на центре досуга. Это будет фэнтези-град с хоббитами, драконами, гномами и прочими персонажами из известных книг и фильмов. Горка будет больше традиционной. Из необычного аттракцион «Ледовая чаша». По словам подрядчика, опыт установки таких элементов есть. И они пользуются неизменным интересом у детворы. Художники очень опытные. Многие из них члены Союза художников. Режут лед от 10 лет и дольше. Поэтому все возможные варианты они пробовали в своей жизни. Все, что представлено здесь, уже опробировано на других площадках. Как по крепости конструкции, так и по художественному воплощению. Темой городка на ракушке станут карамельки. Все вкусное – торты, пирожные, конфеты. В Подгорном детей будут веселить персонажи любимого мультика «Простоквашина». На юности в Первомайском посетители станут участниками бала «Золушки». Одним словом, скучно не будет точно. Да, согласно техническому заданию, то, что мы запланировали, мне кажется, все удалось. Презентация получилась очень удачной. Все наши площадки полностью освечены. Все, что мы планировали, я надеюсь, что все будет в полном объеме реализовано. На все про все ушло порядка 4 миллионов бюджетных рублей. К работам приступят, как только позволит погода и появится чистый лед. Первое открытие городка запланировано на 18 декабря. Это будет городок на ЦД. В Боготоле будет открыта библиотека нового поколения. Об этом можно почитать в газете «Земля Боготольская». В рамках нацпроекта «Культура» централизованная система города выиграла 5 миллионов рублей. На эти средства в Боготоле будет создана новейшая библиотека с обновленным книжным фондом, сенсорным столом, киоском и системой виртуальной реальности. Об искусстве. Редакция газеты «Ангарская правда» Богучанского района на своих страницах рассказывает о новых победах своего земляка, оперного певца, Севастьяна Мартынюка. Он стал одним из финалистов 4-го международного музыкального фестиваля конкурса имени Георга Отца, единственным участником, кто получил специальный приз. Редакция газеты «Сельская новь» в своей постоянной рубрике «Инициатива» призывает всех козаводов Балахтинского района объединиться в дружеский союз. По замыслу общество поможет всем, кто держит коз сейчас или занимался этим раньше и теперь может поделиться накопленными знаниями с новичками. Инициатором стал житель села Кожанов Алексей Сидоров. Дом культуры «Рассвет» Кежемского района присоединился к антиковидному онлайн-флэш-мобу, рассказывает на своих страницах газета «Советская при Ангаре». Работники просят всех носить маски и беречь здоровье свое и окружающих. Редакция газеты, в свою очередь, призывает присылать фотографии, которые будут опубликованы. В акции уже поучаствовали поселения Кежемского района. Климина, Зеледеева, Тагара, Недокура, Яркина. Они тусат огонь. Пожарные не только ликвидируют пожары, но и помогают другими добрыми делами. В этом году они выступили инициаторами акции, которая так и называется «30 добрых дел». Ко дню 30-летия основания системы МЧС в России. Недавно, например, подарили зеленогорским ребятам из нескольких детских садов города скворечники. Но сотрудники МЧС пошли дальше. Они вместе с дошкольниками закрепили домики для птиц, предварительно разукрашенные ребятами, на территории детских садов. Такими мероприятиями, наверное, мы формируем в детях чувство сострадания, чувство заботы, доброты, чтобы они понимали, что через совершенные ими добрые дела они могут кого-то спасти, кому-то помочь. Скворечник для скворцов, чтобы они прилетали весной и бились, и гнезда себе делали. Все вместе помогали делать скворцы. И вот мы его построили. Раскрашиваем. Раскрашиваем мы вместе. Для того, чтобы расширять социальный опыт детей, конечно, когда приезжает настоящий сотрудник пожарной части, это является наглядным для ребенка таким представителем, когда он может и потрогать, и посмотреть машину, и что-то еще. Поэтому мы всегда готовы к сотрудничеству. Зеленогорские пожарные оказывают помощь городским учреждениям в течение всего года. В рамках акции «30 добрых дел» пожарные уже помогли обновить малые архитектурные формы в детских садах, разукрасить электрощитовую во дворе «Энергетиков-2», собрали овощи для животных зоопарка и приюта, а ветераны пожарной службы высадили деревья в парке у храма. Для реабилитационного центра «Зеленогорский» пожертвовали теплые вещи и канцелярию. В списке запланированных «Добрых дел» еще и построить горку для воспитанников Центра помощи семье и детям и устроить им зимний праздник. И вот сундук – это, конечно, мои тараканы. Видимо, у творческого человека должны быть свои творческие тараканы. В доме у Елены практически все сделано из бумажной вазы – от изящной вазочки под цветы до ажурных шкатулок и корзинок. И этот огромный сундук, и тараканы, живущие в нем, тоже не простые, а плетенные. Рядом декоративный столик, в котором хранятся вязальные принадлежности, плетеный пуфик, корзинка для белья и ящик для стирального порошка. Мастерица даже колыбельку для своего внука сделала из этого простого материала. Есть еще коробка для себя плела под документы в стиле стимпанк, конечно. Вот она, такая коробка с шестеренками, железячками, с кожей. Елена Тюрюмина очень любит газеты, правда, она их не читает. Бумажная пресса идет исключительно на изготовление плетеных вещей. Например, вот на такую шкатулку средних размеров их уходит около 50 штук. Газетные полосы сначала режут на полоски, а потом скручивают на специальной стальной спице. И вот так вот это все накручивается. Потом бумажные трубочки красят, покрывают особым лаком, смачивают и отправляют на хранение. Теперь пришло время доставать детский конструктор. Из его цветных кубиков делают основу, вокруг которой появятся стенки будущей шкатулки. Оказывается, плести их можно тоже разными способами. Я здесь плету ситцем двумя трубочками, догонку, так сказать. Названия плетения есть разные. Есть ситцец, есть плетение называется веревочка, есть веревочка тремя трубочками, есть косичка. С плести шкатулку из готовой лозы мастериться может за несколько часов. Изделия получаются не только красивыми, но и практичными. Они не боятся влаги, не рассыхаются и могут служить долгие годы. А еще их очень приятно дарить своим друзьям и знакомым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова